Отвечёмся от старого мира, Потряснём его прав наших ног. Маргерес Заринш Политический нену абридиес сапнис Политический незрелый сон Перевод Андрея Левкина Читает Евгений Бразуль-Брушковский 26 марта 1989 года, незадолго до завтрака, Тимофей Сергеевич Поспелов проснулся с душераздирающим криком «Позор! Позор! Фу!» Обычно он спал нормально. Видеть сны не стремился, да они ему и не снились. Какие, впрочем, сновидения могут посещать нормального лектора По общественно-политическим вопросам? Но этой ночью между нами Сон ему приснился решительно ненормальный. Сон этот Тимофея Сергеевича взволновал И задал ему вопросы, Ответить на которые он был не в силах. Незамедлительно, после приема пищи по этому, Он позвонил секретарю парторганизации товарищу Степанову И признался, что нынешней ночью Принял участие в политически незрелом сновидении. Николай Андреевич Степанов предложил Тимофею Сергеевичу Сон пересказать, С тем, чтобы он мог дать соответствующее разъяснение И указание. — Ах, нет! — дрожащим голосом отвечал Тимофей Сергеевич Поспелов. — Это не телефонный разговор. Даже жене-нине не имею права рассказать, Пока не узнаю точку зрения члена партбюро. Сначала тебе лично. — Вот как? — заинтересованно отреагировал Степанов. — Ну, тогда тебе и Сончик привиделся. — Тимофей, Тимофей, что с тобой стряслось? В результате они уговорились встретиться на бульваре Возле дома, в котором проживал товарищ Степанов. В утренние часы скамейки Московского бульварного Кольца пустуют. Можно будет удобно сесть и переговорить без посторонних. — Ну, — поторопил Николай Андреевич, — рассказывай. — Жуткий кошмар, жуткий кошмар, — несколько раз повторил Тимофей Сергеевич. — Вопрос стоит так, что быть или не быть стат тридцатимиллионному русскому народу и его языку. — Это нервы, Тимофей Сергеевич, твои измученные нервы, — стал успокаивать его секретарь. Тебя разволновали бесстыдные вылазки прибалтийских националистов. Разве что ты не убежден, что социализм в конце концов победит? Лучше сон рассказывай. — У меня сначала пару вопросов о будущем. Идея мировой революции остается в силе? И Маркс, и Ленин? — Труды Маркса и Ленина и законы общественного развития всегда останутся в силе. Что за глупое разглагольствование? Уже тебя-то, Тимофей Сергеевич! — И пролетарии всех стран соединяйтесь? И братская семья? — Само собой. Разве ты первую полосу правды не читаешь? И границы между странами исчезнут? — Ну, знаешь, задаешь вопросы, которые сам разъясняешь на лекциях. Я тебе удивляюсь, товарищ Поспелов. Ледяным тоном заметил секретарь. Тогда Тимофей прекратил задавать некорректные вопросы и стал чистосердечно рассказывать обо всем, что видел и слышал во сне. Теплое мартовское утро. Такое же, как сегодня. Во сне я как бы выхожу из квартиры и спешу в киоск на углу Арбата, чтобы купить правду. Очередь небольшая, впереди только трое, то ли буряты, то ли уйгуры. Даю мелочь, беру газету, смотрю на первую страницу. Глазам своим не верю. Правда отпечатана незнакомыми закорючками. На русском только лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Название газеты и дата. 26 марта 2089 года. Ты подумай. «Две тысячи восемьдесят девять». Тут нет ничего запрещенного, сказал Степанов. Во сне ты видел будущее. Нам это будущее уже семьдесят два года снится. «Но не такое же!» воскликнул Тимофей. «Слушай дальше. Жду, пока появится еще кто-нибудь. Какой-нибудь покупатель. И когда тот подошел, тихо его спрашиваю. А что, сегодня разве государственный праздник какой-то дружественной соц. страны? А почему, земляк, ты так думаешь? Потому что у правды только заголовок, лозунг и дата на чистом русском, а все остальное – какие-то дурацкие иероглифы». Покупатель опасливо огляделся и тихо выговорил. «Чистый русский язык? Дурацкие иероглифы? Что за высказывание, товарищ? Понимая, понимая, ты, конечно, как и многие из нас, принадлежишь к зеленому фронту. Уже издали видно, что ты – пережиток прошлого, перестроечный националист, и не можешь смириться с тем, что в Москве русских теперь только 30%, а большинство – желтые. Но все же в самом центре города, в открытую, высказываться не рекомендую. Некоторые из них по-русски чуть-чуть кумекают. Во сне москвич берет меня за руку и затаскивает в парадную какого-то дома. «Ты что, дураком прикидываешься? Или провокатор?» – угрожающе спрашивает меня, взяв за грудки. «Тридцать лет, как создана Мировая Интернациональная Республика, а ты тут из себя младенца строишь?» Перепугался. «Что ответить?» «Во сне был вынужден соврать. Ты же знаешь, Николай Андреевич, на партсобраниях я никогда не лгу, но иначе не миновать взбучки». «Товарищ», – говорю, – «дорогой соотечественник, тридцать лет тому назад мне здесь же, на Арбате, на голову упал кирпич. С того времени я потерял память. Только сегодня утром меня выпустили из отделения для слабоумных Института Склифосовского. Расскажи мне, будь добр, что произошло в Москве за эти тридцать лет. Научи, как себя вести». «А-а-а, я сразу смекнул, что ты не вполне. Эх, тридцать лет тому назад и я считал, что на долю ста тридцати миллионов великороссов Богом возложена миссия осчастливить человечество и превратить его в русскоговорящий советский народ. Но мы не взяли в расчет, что на полтора миллиарда желтых, в свою очередь, Будда возложил миссию превратить мир в желтоговорящее содружество народов. Под девизом «Азия – наш общий дом» полтора миллиарда желтых принудили нас, 130 миллионов русских, заключить договор о добровольном присоединении и вечной дружбе. Так мы попали в союз желтоговорящих народов. Были открыты все границы – во Вьетнам, в Корею, в Лаос, в Таиланд, в Японию. Сюда потекли люди. Каждый гражданин мира выбирал место жительства там, где проще прокормиться и легче заработать. Москва давно уже прославилась великолепными жилыми массивами и общежитиями. Тысячи и тысячи желтых друзей ехали к нам дружить, и мы принимали их как братьев. Но друзья ехали и ехали. А потом и их подруги, и дети. Последняя перепись населения свидетельствует, что в Москве прописаны примерно 22 миллиона желтых, главным образом, пролетарии рисовых полей. Городские мужи Па-до-шу, настоящее имя Павел Дорофеевич Шувалов, и Мат-ю-цы, Матвей Юлевич Цыпин, в действительности местные, но свои русские фамилии изменили, лица перекрасили в желтый цвет, а также перешли в буддийскую веру. Мэр города Мат-ю-цы в последнее время стал злобно преследовать славянских националистов, застраивает подмосковье заводами и постоянно жалуется, что не хватает рабочих рук. «Ах!» – услышав это, закричал я во сне. «Чем же все это кончится?» «Нашей победой!» – убежденно ответил москвич. «Чтобы защитить древние русские культуру и язык, мы объединились в зеленый фронт. Ни в московских учреждениях, ни в магазинах, ни чиновники, ни продавцы больше либо не умеют, либо не хотят говорить по-русски. Поэтому мы просим, требуем, пишем лозунги. Дорогие друзья, Российская Федерация и Москва – это единственные места на земле, где могут существовать и развиваться русские нации и культура. Нам не надо никаких преимуществ, только не надо и ассимиляции. Если вам не нравится говорить по-русски, езжайте обратно на свои рисовые поля и в свои заброшенные селения». А они что? «Молчите, жалкое меньшинство!» – кричат они. «Богоизбранным народом еще со времен сотворения мира является желтый народ, а Азия – наш общий дом. Да вы, славянских националистов! Да здравствует интернационал!» «Позор!» – воскликнул я во сне. «Разве дружба народов такая? Что-то это не по-ленински?» «Не по-ленински, не по-марксистски», – во сне ответил москвич. «Но наперекор всем желтые, поддерживаемые своими ставленниками Па-До-Шу и Мат-Ю-Цы, создали вчера желтый фронт. Сегодня вечером на Манежной площади они проводят митинг. Мы пойдем протестовать. От имени Зеленого фронта приглашаю и тебя принять участие в пикете. В этом рулоне у меня два пакета. Один из них я буду держать в руках сам, а другой прикреплю тебе на спину. Ты будешь стоять лицом к Манежу, а я возле гостиницы «Москва». Если к тебе привяжется какой-нибудь самурай, страж порядка желтых, говори, что ты псих и только сегодня выпущен из учреждения. А если они меня примут за актера, то есть подумают, что я притворяюсь, ну, получишь тогда стеком по башке, отведут в участок и через час выпустят. Кирпич же тебя тридцать лет назад, приятель, не пришиб. Самурайский стек для твоего лба, что вдовушкин поцелуй. Пытаюсь воинственно настроенного москвича отговорить от демонстрации. А разве Зеленому фронту не следовало бы вначале попробовать вернуть свои права без демонстраций и пикетирования, ну, так сказать, добром? Добром? Кое-чего мы, правда, уже добились, признался москвич. Например, мы теперь опять можем петь нашу национальную песню «Волга, Волга, мать родная» и носить красно-белые сарафаны. Но в правах на государственный язык и российское знамя нам отказали. Официальные цвета? Желтый, желтый, желтый. К черту! Нам остаются только забастовки и демонстрации. Мне еще надо получить в гастрономе по талонам 200 граммов риса, 100 граммов сахара и пачку чая. Поэтому позволь, я прикреплю этот плакат к твоей спине, сказал москвич, разворачивая сверток ткани, которую он все время держал в левой руке. Один лозунг он прикрепил к моей спине, другой свернул, кивнул на прощание и убежал. И я во сне тоже поспешил из мрачного подъезда. — Тимофей, Тимофей, и ты в самом деле дал согласие принять участие в этой несанкционированной демонстрации? — спросил сидящий на бульварной скамейке товарищ Степанов. — Ай-яй-яй! — Николай Андреевич, дорогой, а что мне оставалось? Я же не мог во сне позвонить тебе и узнать мнение членов партбюро, допустимо ли пикетирование и в чем его отличие от демонстрации? Какой у него правовой статус? — Правовой статус? — Тьфу! — сплюнул Николай Андреевич. — Держи карман шире. Это зависит от того, что про меня написано на плакате. Так, однажды выпив водки, сказал мой приятель прокурор. И ты, Тимофей, впутался в такую авантюру. — Что ж было написано у тебя на спине? — Вот в том-то и беда, что не посмотрел, признался Тимофей. Спину же свою не увидишь. — Вышли большие неприятности. — Еще и неприятности, — разволновался товарищ Степанов. — Ну, ты, видно, там во сне и заварил кашу. Рассказывай дальше, но коротко и лаконично. Во сне я дошел до угла проспекта Калинина. На стенах новые названия улиц на двух языках. Сверху иероглифы, а внизу русскими буквами бульвар Желтой Победы, проспект Сталина и... — Ну, ты смотри, — обрадовался секретарь. — И через сто лет народ не забыл своего вождя и учителя. — Хорошо, рассказывай дальше. — Продолжаю идти по проспекту Калинина. Прости, по проспекту Сталина. Вижу большой магазин. Продают культ товары. Радиоаппаратуру, мандолины, гонги, часы. Решил зайти посмотреть. Сделал вид, что хочу купить часы. — Пожалуйста, покажите мне подешевле. Наручные. Продавщица смотрит на меня и удивляется. — Хяухай! Чё-чё? — Часы! — повторяю растерженно. — Настоящие русские часы. Второй часовой завод. За прилавком уже собрались четыре продавщицы и о чём-то щебечут. У меня нервы больше не выдерживают. Кричу. — Давайте немедленно! Тик-так-тик-так! Тик-тик-тик! Так-так-так! — О-о-о! Теперь все четыре понимают и вежливо улыбаясь выставляют на прилавок четыре будильника в японском стиле. — Шон-шон! Хай-хай! — Но мне нужны наручные! — показываем на запястье. — Тик-так! Ручной! — О-о-о! Теперь они совсем поняли. Достают с витрины четыре штуки электронных и улыбаются до ушей. — Хань-янь-сю! Сью-сю! Пока приноравливался, у меня за спиной народ собрался. Чем-то взволнованы, говорят громко и друг другу кулаки показывают. Наконец начали меня толкать и ругать на чужом языке. Что такое? На счастье в магазин вошли три мужика из Новгорода. Тут же меня под защиту, говоря, «Не волнуйтесь, Тимофей Николаевич, мы это дело уладим!» И, повернувшись к толпе, один из них крикнул, «Если хоть пальцем попробуйте тронуть моего друга, члена Зеленого фронта, мы вас в порошок сотрем!» Тут же возникла грандиозная драка. Меня схватили два самурая, сорвали со спины лозунги, потащили из магазина. Там уже поджидала машина. Я, Николай Андреевич, в косяк было, вцепился, но тогда самурай меня за волосы от боли закричал так громко, что от крика и проснулся. «Вот какой кошмар!» «И ты так и не увидел, что написано у тебя на спине?» мрачно спросил секретарь. «Признаюсь, видеть-то не видел, но русские друзья успели лозунг прочесть и публично выкрикивали, пока самураи его не содрали. Звучало примерно так. «Желтые, убирайтесь обратно на свои брошенные рисовые поля!» Николай Андреевич Степанов долго молчал. Сон ему ужасно не понравился, но слова, которые бы объяснили Тимофею его неприязнь, не находились. Вопрос нужно было диалектически и хорошо обдумать. Как-то было в манифесте достичь мировой революции можно лишь свергнув каждый государственный строй силой. Поэтому, пролетарии всех стран, соединяйтесь! Тимофей Сергеевич, заговорил наконец секретарь, «Ты сам признаешь тот факт, что видел идеологически незрелый сон. Пусть это останется на твоей совести, только никому его не рассказывай. Социализм не цель, а средство в достижении наших идеалов. Пока лозунг пролетариата украшает правду, пока на наших деньгах и символах будет виден земной шар, осененный серпом и молотом, пусть никто из товарища не сомневается в том, какой фронт победит. Только мы интернационалисты». У Тимофея камень с души упал. Пообещал в дальнейшем подобных снов не видеть. Поэтому на заседании бюро первичной парторганизации ему было лишь по-товарищески поставлено на вид, без записи. в личное дело все обошлось лучшим образом. опубликовано в журнале «Родник» за август 1989 года.